В рамках спартакиады Северного флота на Кольской флотилии провели отборочные соревнования по рукопашному бою. На ковер в Александровске вышли и юные спортсмены. Все подробности у наших коллег из ЗАТО ТВ. Крепкие дружеские связи Кольской флотилии и представители спортшкол области стали залогом совместного патриотического воспитания молодежи на почве спорта. Так уже несколько лет подряд вместе со взрослыми на ковер выходят юноши, школьники и студенты. Мы приняли, так сказать, решение, показательное выступление допризывной молодежи, что, в общем-то, у нас очень редко, где проходят соревнования, куда привлекается допризывная молодежь. Это очень важный элемент, потому что должна быть приемственность поколений. Мы это делаем, практически, может быть, единственное. Потому что интеграция этих молодых парней, которые через год-два уйдут в вооруженные силы, их необходимо, эту интеграцию, собственно говоря, проводить именно на таких вот вещах, соревнованиях. И должны готовиться, знакомиться с теми, кто, собственно говоря, сейчас действующий военнослужащий. Семь комплектов наград было разыграно в тот день и отдельно подбивали результаты командного первенства. По сумме баллов лидерами стали представители части 10-544, серебро и бронза у представителей Восточного берега и еще одной береговой части 13-106, где служит один из неоднократных призеров Северного флота Рамазан Саадуев. В вооруженных силах летоисчисление, новый период обучения начинается с 1 декабря. По плану периода обучения начинаются спартакиады, спартакиады внутривойной части, потом Кольской флотилии, потом спартакиады Северного флота, потом спартакиады вооруженных сил. В данный момент идет спартакиада Кольской флотилии, и это считается и отбором на спартакиаду Северного флота, куда придут со всех объединений Северного флота, включая Свердвинск, Острова, Дальние. Такой размах участников будет в феврале на чемпионате флота, плюс ждут представители из Алакуртии, Северокарелии. Все мировоеннослужащие флотилии, отобранных по итогам этого чемпионата, будут представлять краснознаменное соединение. Юношей на флотский ковер пока не приглашают, но уже есть кого призовут весной. Сегодня у нас выступает допризывник Мамаев Александр. Это золотой медалист первенца России по Кабудо и бронзовый призер чемпионата России по Кабудо. На следующий год, весной, планируем призвать его сюда, на Кольскую флотилию. Находит себя через спорт на флоте и девушки, так в качестве судьи-информатора выступала матрос София Рогачева. В 2012 году я стала победителем сервисских соревнований по Кабудо. А в данный момент я сейчас посвятила себя конкретно гирям. Я призерка чемпионата вооруженных сил по гиревому спорту. Как видим, от единоборств до других видов спорта рукой подать было бы желание и стремление. Кстати, об устремлении самой допризывной молодежи. Единственное, почему я начал заниматься единоборством, это потому что мне надо поступить в военно-морское училище в Питере. У нас прям династия подводников семьи Паули. Поступив в училище, будет сдача постоянная у матросов и у тех, кто служит, на дополнительную зарплату, прибавку зарплате. Я считаю, что из-за этого именно не стоит бросать, так как все-таки в училище мало что можно поесть. Это будет как манна небесная. Ну а пока для Ивана и всех юношей, что приняли участие в первенстве флотилии, каждый поединок и каждая победа – это радостное событие. И возможность показать и проверить себя на прочность и техничность. Об этом в итоговом напутствии говорил и заместитель командующего Кольской флотилии, контр-адмирал Алексей Пешков. Это необычный металл формирования бойца. Когда происходят встречи внутри команды, межкоманды, приезжают представители, а не только вооруженных сил, гражданская молодежь.